День-ночь глазами был образ. Нарисуйте перед собой образ дерева. Одна сторона ночь, другая день. Вот когда женщины, очень многие женщины испытывают состояние неосознанной тревоги, они не понимают, почему они испытывают эту тревогу. Я в какой-то момент поняла, когда девчата пишут в закрытой группе, что Катя, вот вроде всё хорошо в жизни, а накатывает вот эта тревога, накатывает эти страхи. Невозможно выбраться из страхи, из состояния тревоги, стресса, страха. Что делать? Я понимаю, что вот такие наши состояния, они обусловлены тем, что вы в жизни привыкли получать негативные результаты. То есть ваши негативные ожидания очень часто сбываются. И это факт, когда женщина находится в минусе, а не в плюсе. Когда женщина в основном все сферы жизни её не сбалансированы, она находится в минусе. И минусе — это не ресурсное состояние. Это значит, что женщина не может сиять. Это значит, что она несёт, реагирует на внешние раздражители, на мужчин, на женщин, на детей, на любимых. Она реагирует агрессией, злобой, опустошённостью какой-то, бессилием. То есть вот такими негативными какими-то реакциями. И когда она так реагирует, как вы думаете, как ей отвечает мир обратно, да, как ей отвечают люди и ситуации. Точно так же негативно, точно так же на агрессию всегда идёт агрессия, да, и негативные результаты. То есть у вас сформировалась привычка, очень многих женщин сформировалась привычка ожидать негативных результатов. И достаточно сложно выбраться из этой ситуации, если не понимать, как делать, как выбираться из этой ситуации. Как делала я раньше и даже сейчас, как я делаю, бывает, что потому что прежний жизненный опыт его никуда не денешь, он достаточно большой и несколькими годами счастья его не заглушили. И бывает какие-то пласты из подсознания вылазят и какие-то страхи, да, что-то спровоцировало, вылез этот пласт. Ещё что-то спровоцировалось, ещё пласт какой-то с детства, с молодости, с юности вылез. И начинается в тебе вот это бурление страхов, что делать? Я понимаю, вот я точно знаю, что мы сами создаём свою жизнь, да, и мы сами формируем картину свою, вот мы сами рисуем, мы сами наносим на наш хост в жизни краски, и мы можем нарисовать краски либо тёмные ночи, либо светлые дня, солнечные мы можем нарисовать краски. И ваша задача, смотрите, бывает так, что вселенная не сразу реагирует, обстоятельства, вы не так быстро изменяетесь, и всё не так быстро реагирует, как вы хотели бы. Вы находитесь, может быть, сейчас в негативных состояниях, и с проблемой с деньгами, с любимым человеком, со здоровьем, и всё, а Катя вам рассказывает, что нарисуй красками, и всё сразу изменится. Не всё сразу. Вселенная, она не так быстро догоняет ваши краски, но если вы будете держать эти краски всё время, сейчас и везде, да, дневные, то вы будете другие вибрации излучать мир, вы будете по-другому смотреть, вы будете другим выражением глаз смотреть, да, с верой, у вас появится вера, вы будете искать позитивные подтверждения вот этим краскам, да, потому что ситуации могут заканчиваться позитивно, не негативно, и постепенно у вас начнётся формироваться вот этот багаж, опыт положительных разрешений ситуации, положительных, хороших, счастливых разрешений ситуации, но это происходит постепенно, а не сразу, потому что вы сразу измениться не можете моментально, и соответственно ваши реакции не могут сразу измениться, соответственно люди не сразу изменяют отношение к вам, и всё, ваша реальность не моментально меняется, но изо дня в день, когда у вас находят на вас эти страхи, эти какие-то негативные состояния, вы берёте себя как Барон Мюнхгаузен за вашу прекрасную прическу и перетаскиваете из одного угла этой картины в другой угол этой картины, вы перетаскиваете себя из ночи в день и думаете, здесь эта ситуация, вот это моё состояние такое, а здесь у меня должно быть другое состояние, позитивное, добра, любви, принятие, и начинаете излучать это состояние в ней. Мало того, вы начинаете думать, как вам разрешить ситуацию, какой выбор принять, какое решение принять вам сейчас, бояться, не бояться, положительное или отрицательное, вы уже ожидаете, так, я буду ожидать положительного исхода ситуации, бывает, не будет получаться сразу, но надо, бывает, что будет всё равно отрицательное, но надо верить и всё время перетаскивать себя из ночи когда вы в любом вашем состоянии, смотрите, вы будете успокаиваться, вы нарисуете себе в этом дне, нарисуете себе уютную обстановку, нарисуете себе какой-то шезлонг, нарисуете себе море, нарисуете всё, что угодно, вот ту обстановку, где вам уютнее всего, и когда вам, вот все мы стремимся в какой-то тёплый мирок, некоторые девочки, я знаю, рассказывали мне, что они свою квартиру, свой дом хотят для того, чтобы там спрятаться от внешнего мира, чтобы им там было уютно, нарисуйте у себя в голове этот мир, нарисуйте у себя в голове, и когда вам тяжело, страшно, ужасно, давит на вас что-то, берите и себя в этот уголок заводите, заводите себя в этот уютный уголок, ваш дом, вот в это солнечное лето, заводите себя туда, и там расслабляйтесь, когда вы расслабляетесь, ваша задача полностью расслабиться, ваша задача излучать блеск из глаз, доверие к миру, И вот этим состоянием вы выходите и разрешаете любые ситуации. И эти ситуации постепенно, шаг за шагом, будут переводить вас из депрессивного состояния в очень светлое, тёплое, радостное состояние созидания. Девочки, я очень надеюсь, что вы будете держать у себя ваш образ перед глазами. Я думаю, что вы будете делать постоянно правильный выбор. Я думаю, что вы нарисуете образ своей счастливой жизни вне зависимости от того, чего же дарят вас ваши родные и близкие люди. И я уверена, что вот таким образом вы очень быстро придёте к состоянию тихой радости, о которой я всегда говорю, что вот это самое лучшее гармоничное состояние тихой радости. Я вас всех обнимаю, желаю вам замечательного дня. Приходите на наши вебинары. Редактор субтитров А.Семкин